Там УБЕР, короче, есть. Там есть и ждалёт. Не гавкай, пожалуйста. Да не ревер, существо! Туда ждать, куда надо, обратно, и сюда. Хорошо? Хорошо. Ну вот этот заказ до того места, там УБЕР 390, по-моему, все равно. Да. Блядь, я не знал, что пьяный. Недавно. Недавно, да? Я смотрю, как это. А в Каннах есть вертолёт. Это очень круто. Там в УБЕРе вертолёт. Ну, Яндекс.УБЕР объединили, сейчас. А там нет. Там УБЕР, короче, есть. Там есть вертолёт. Там есть. Там Майбах и С-класс одно и то же, считается. А дальше вертолёты. Ну, у нас здесь С-класс есть тоже. Есть, но он не как Майбах. Он чуть-чуть дешевле. Майбах лучше, да? Да. Блядь, у него друг на Майбах. Дайте сколько этих Майбах он сейчас едет. Как жёлтых машин. У вас, да? Да. Много, наверное, популярных на заказе. Блядь, можно не покупать. Ну, конечно, если вы не используете его там сейчас. Так, ребята, приехал я на другую точку, в район станции метро Полянка, со своим клиентом, которого забрал с Москва-Сити. Уже езжу с ним больше, почти три часа, не больше, а почти три часа. Сегодня хорошая погода. Люди уже некоторые поснимали куртки. На улице сегодня было днём плюс 16 градусов. А я тут копаюсь в Яндексе, считаю свои доходы. И постоянно, когда открываешь приложение, выскакивает жёлтая табличка преимущества по заказам. И когда переходишь по ней в Яндексе, сейчас я вам покажу, вот эта табличка влезает, жёлтая, больше заказов по приоритету. И когда переходишь на неё, пишут про самозанятых. Ребят, сейчас сижу, читаю в интернете про самозанятых. Самозанятые платят только налог на профессиональную деятельность, минимальная ставка налога всего 4%. При этом нет никакой обязательной фиксированной суммы, как у ИПЭ. Эксперимент проводится в Москве, в Московской области, в Калуге, в Калужской области и в Татарстане. Самозанятые платят налог только с дохода. Если вы не берёте заказы, то у вас нет по ним дохода, значит нет и налога. Самые главные плюсы, это то, что процент берут только с реального дохода, нет фиксированного взноса. Для ИПЭ это больше 36 тысяч рублей в 2019 году. Налоги считаются автоматически, не нужно заполнять налоговую декларацию, не нужна касса для выдачи чеков, обязательно для ИПЭ. Вот интересно, у меня есть знакомые, конечно, которые перешли в самозанятые, но я у них не интересовался вообще, стоит ли переходить самому. Нет, знаю то, что Женя с канала Позитивный таксист тоже перешёл в самозанятые. Хотел бы ваши комментарии услышать по поводу самозанятых. Есть люди, которые перешли в самозанятые? Есть ли смысл вообще переходить? Пишите под роликом. Закончил я личный заказ, он у меня продолжался 4 часа, 10 тысяч рублей. Клиент оказался чуть более щедрым и дал мне 11 тысяч рублей. В Москве очень сложно с туалетами, все таксисты об этом знают. И чтобы куда-то сходить, нужно ещё поискать. Здесь же не так, как в деревне. Достал где хочешь и поссал где хочешь. Здесь по-другому немножко. Заказ, короче, попался с авиапарка. Сейчас позвонила девушка и говорит, к какому входу вы подъедете. Я сказал, что по точке подъеду. Она сказала, что сейчас мы выйдем и вам позвоним. С неизвестного номера позвонила. Пу-пу-пу-пу. Так, здесь сколько таксистов приёма. Вот здесь вообще нигде здесь стоять нельзя, если честно. Надо только потихонечку будет вот здесь прибарковаться, пока тут Камрюха уехала. Я думаю, сейчас если она выйдет, мне позвонит. А мы сейчас посмотрим, куда нам ехать надо будет. Проставляем точку на месте и поедем мы в химике. Итак, ребят, для многих лайфхак, который работает по Яндексу. Вот когда вот эта штучка есть, типа чат с клиентом, значит это заказ по Яндексу. Когда и вот этого чата нету, этот заказ, значит, вам прилетел по Уберу. У девушки минута, это превращается минимум в 10. Значит, если она скажет час, то выйдет через полдня. Заказы наличные, блин, уже 10 минут прошло, 11. Вот, и как вы думаете, что будет, если она сейчас отменит заказ? Кинул пацана по ебалу, на, чё, чё, опа нихуя. У вас просто, да, у вас просто еще номер заблокирован, это не виден, неизвестно. Подождите тогда, можете не отключаться? А, все, вижу. А вы около въезда 4 стоите? Ну, все, сейчас через 50 метров от вас. А, хорошо. Подъезжаем мы к въезду 4, куда сказали девушке, и сказали, чтобы я им дверь открыл. А вы не через 20. Внечение 2 месяцев. Внечение 3 месяцев. А вы даже через 20. А вы не Career Мир. Пратем для Луган. Внечение 2 месяцев. Внечение 2 месяцев, в 19. Далее у меня выключилась камера. Девушка, которая сидела за мной, попросила покурить. Но я любезно отказал, сказав о том, что после вашего заказа могут быть дети. На что они мне ответили, что сами сходят в магазин. Бедному отставили здесь, да, скажи? Друг, ну не кричи. Тебя отставили, на. Ты меня не укусишь, нет? А то сейчас как... Друг, ну скажи тебе, не гавкай, пожалуйста. Шарик. Братан, твои мамки ушли в магазин еще. Ё-ка, это жесть, ребята. Вон они идут, не кричи. Он там разгафтался вообще. Я не знаю, что это. Сейчас. Орет вообще капец. Он сначала сидел, потом увиделся, но этого орать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. У тебя на пол шестого У меня уж бурж халифа Заказ совсем коротыш До Нового Арбата 32 Я не знаю, сколько здесь ехать Но мне кажется, что тут 3 минуты 3 минуты 2 километра Здрасте Здрасте Давай, давай Давай, давай Давай, давай Нормально Да Марио Добро пожаловать! Я стоял около... Ну, начал переходить, там девушки открывают Но в итоге молодой человек своей девушки сам открыл А я около той двери стоял, получается, слева со стороны водителя И девушка, пока я там... Парень ей открыл дверь, получается, она сама перепрыгнула через перегородку Не очень, мне кажется, удобно прыгать-то Как-то так Добро пожаловать! Добро пожаловать! Добро пожаловать! Продолжение следует... Продолжение следует...